Субтитры делал DimaTorzok Нежелание Take-Two иметь дело с виртуальной реальностью Первый год с PlayStation 4 и Xbox One Небольшое подведение итогов Ещё мы поговорим о главных релизах следующей недели Вспомним выпущенную 10 лет назад Half-Life 2 И пройдёмся по наиболее интересным записям в блогах наших пользователей И это далеко не всё Начинаем Мы уже говорили и писали о том Какие проблемы можно встретить в Assassin's Creed Unity На всех доступных платформах Кроме некоторых довольно любопытных багов Игра не может похвастаться высокой производительностью Особенно в катсценах Конечно, Ubisoft не без успеха исправляет эти проблемы Выпустив уже несколько патчей Но согласитесь Гораздо круче было бы Если б такого вообще не случилось Видимо, Ubisoft стала жертвой своего желания Выпустить настолько много ассасинов в год Да, у издателя много студий по разработке Но, судя по всему Игры нового поколения уже требуют больше времени на разработку А студиям необходимо чуть больше свободы Эту тему затронул креативный вице-президент Ubisoft Montreal Лионель Рейно В своём интервью порталу Computer and Video Games Он прямо заявил Что разработчикам из монреальской студии Требуется больше времени для того Чтобы создавать новые игры из серии Assassin's Creed Кажется, его желание будет некоторым образом осуществлено Всё дело в том, что монреальская студия Ubisoft До сих пор выполняла немало обязанностей По контролю за разработкой Это значит, что ей приходилось тратить много времени На кучу организационных вопросов Меньше внимания уделяя непосредственно играм Теперь эта ситуация вроде как изменится Часть организационных вопросов будет выполнять студия Ubisoft в Квебеке А у разработчиков из монреаля наконец-то развяжутся руки По словам креативного вице-президента Передача лидерства студии Ubisoft в Квебек Позволит его сотрудникам вздохнуть свободно Получив больше времени на эксперименты И, возможно, на изучение новых направлений для развития серии Вот как-то так Думаем, это ещё не все изменения Которые затронут серию Assassin's Creed и процесс её разработки Более того, есть такое ощущение, что это только начало Тем временем творец всея ассасинов Патрик Дезеле Которого вы, как мы надеемся, не забыли Снова появился в заголовках новостей Он, как это сейчас модно делать Основал собственную независимую студию Под названием Penache Digital Games Разумеется, в Монреале Увы, местоположение это почти всё Что достоверно о неизвестно Дезеле объявил об этом в своём твиттере Сопроводив своё сообщение с ссылкой на пустой сайт Вероятно, переход Дезеле в инди-сцену вызван не только тем, что это модно В последние годы в большой индустрии ему просто не везло Сперва он покинул Ubisoft, чтобы возглавить студию THQ Montreal И курировал разработку проекта 1666 Затем THQ столкнулась с финансовыми проблемами и обанкротилась А проект был продан Ubisoft После громких заявлений и обещаний Французская компания отменила разработку Это крайне негативно сказалось на отношениях Дезеле с бывшими работодателями Он до сих пор продолжает судиться с Ubisoft С целью вернуть себе права на проект Хотя в его успех верится с трудом Все те, кто предпочитает играть на персональных компьютерах Были несказанно рады Когда услышали о том, что пятая Metal Gear Solid выйдет под Windows Теперь настало время взглянуть на системные требования Metal Gear Solid Ground Zeroes К счастью, на этой неделе они были опубликованы Притом вполне себе официально Итак, как минимум вам понадобится 64-битная операционная система Ну, теперь это стандарт Процессор уровня Core i5 с тактовой частотой в 2700 МГц Оперативной памяти хватит и 4 ГБ А вот видеокарты уровня GTX 650 Рекомендуемые требования, разумеется, слегка так повыше Процессора будет достаточно того же А вот памяти попросят в два раза больше 8 ГБ Ну и видеокарта потребуется уже уровня GTX 760 Вероятно, Phantom Pain будет обладать аналогичными системными требованиями Релиз Ground Zero состоится в Steam уже 18 декабря Игра получит поддержку разрешения 4К В ней увеличится количество источников освещения И отображаемых на экране моделей А также станет выше разрешение теней По сравнению с версией для консолей, само собой Старший игровой исследователь AMD Ричард Хадди заявил, что Windows 7 не будет поддерживать DirectX 12 Ха! 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 И это при том, что на этой операционной системе от Microsoft сейчас работает 52% компьютеров Заявление это было сделано во время выступления Хадди на одной из конференций Разумеется, его тут же подхватили и перепечатали все, кому не лень Дошло до того, что AMD пришлось оправдываться и заявлять, что ее сотрудник просто взял и оговорился В официальном заявлении отмечается, что слова Хадди по поводу поддержки DirectX 12 на отдельных версиях Windows Являются его личными умозаключениями Вот цитата Ричард Хадди не может говорить за Microsoft Но он, к сожалению, делал предположения на основании публикованных компаний ключевых дат И этапов жизненного цикла Windows 7 У Ричарда нет особого понимания планов Microsoft по развитию Windows и DirectX Но, как показывает практика, на пустом месте подобные слухи не возникают Поэтому имеет смысл дождаться официальных комментариев от Microsoft А пока можно посмотреть на комментарии наших пользователей Да нахер ваши DirectX 12 достали со своим графоном? Когда уже начнете в полной мере развивать физику и процедурные разрушения? Сюжет надо развивать, а не примочки В последнее время сюжет игр гениален настолько, что создается впечатление, что он создан для публикованных Обезьян Тупо отымели всех, даже на висту и то кинули ДХ-11 Да не нужен это ДХ-12 Ээ, в чем дело-то? Вы че винду покупаете что ли? За деньги? За живые деньги винду? Что-то не то в нашем русском королевстве, однако Да, что-то не так Босс компании Take-Two Штраус Зельник не думает, что виртуальная реальность близка На этой неделе он прямо сказал, что игровая индустрия пока не готова к новым технологиям, которые несут с собой устройства Aculus Rift и Project Morpheus По словам Зельника, сперва разработчикам необходимо, чтобы устройства виртуальной реальности проявили себя и по-настоящему продемонстрировали весь свой потенциал К тому же у многих они просто вызывают тошноту, а носить на голове здоровенные девайсы нравится далеко не каждому Зельник также добавил, что в настоящий момент Take-Two не заинтересована виртуальной реальности Компания может еще позволить себе подождать и заработать на своих текущих проектах, прежде чем поддаваться повальному увлечению Кстати, еще в мае этого года Зельник высказал мнение, что виртуальная реальность асоциальна На днях консоли PlayStation 4 исполнился целый год Консоль доступна на широком рынке с прошлого ноября По этому поводу Sony публиковала официальную инфографику, содержащую основные достижения платформы В глаза первым делом бросается цифра в 13,5 миллионов, и именно столько устройств было продано за год В онлайне пользователи провели с консолью порядка миллиарда часов Кнопка поделиться нажималась 530 миллионов раз, а в PSN значится 560 миллионов активных пользователей 7,9 миллиона из них являются подписчиками PS Plus, что подразумевает рост в 270% с момента старта продаж PlayStation 4 Да, дела у консолей идут вполне неплохо В свою очередь Microsoft объявила, что количество отгруженных консолей Xbox One по всему миру достигло 10 миллионов устройств Продажи консолей утроились с момента введения новой скидки в размере 50 долларов Правда, скидка пока доступна только в США Исполнительный директор Юсуф Мехди отметил, что продажи прямо-таки взлетели После того, как 2 ноября в силу вступила новая цена Напомним, что более дешевая PlayStation 4 достигла отметки в 10 миллионах проданных устройств 4 месяца назад При этом важно отметить, что японская консоль доступна на большем количестве территорий Тем не менее, даже в США PlayStation 4 продается лучше конкурента уже 9 месяцев подряд Разработчики Just Cause 3 из Avalanche Studios подтвердили, что в игре не будет мультиплеера на момент релиза Однако его появление в будущем не исключено Сооснователь студии Кристофер Сандберг в разговоре с журналистами из Game Informer признался Что он в восторге от фанатского мультиплеерного мода для предыдущей части Just Cause Но разработчикам необходимо правильно расставлять приоритеты И в Just Cause 3 их главный приоритет — сэндбокс и одиночная кампания При этом Avalanche Studios не исключает появление мультиплеера в будущем Но будет ли это собственная работа студии или же создатели обратятся за помощью к фанатам — пока неизвестно В то же время в космическом симуляторе Elite Dangerous как раз наоборот — не будет оффлайн-режима Напомним, что изначально разработчики собирали дать игрокам возможность играть полностью в одиночку Но теперь, по словам руководителя проекта Дэвида Брабана, этому не суждено сбыться По его словам, галактика, истории, миссии должны соответствовать друг другу И это означает, что даже в одиночной кампании пришлось бы время от времени подключаться к серверу Какой тогда смысл в оффлайн-режиме — непонятно Зато при наличии постоянного онлайна каждый игрок будет вовлечен в события, происходящие в галактике Полностью лишенная связи с онлайном игра была бы недопустимо ограниченной и статичной Брабан также упомянул, что исследование галактики также является ключевым фактором Важно, чтобы исследованные одним игроком места соответствовали тому, что успели изучить другие пользователи Впрочем, реакция пользователей оказалась по большей части негативной На официальном форуме тема с обсуждением решения разработчиков уже насчитывает несколько сотен страниц Исполнительный продюсер Майк Брукс решил разъяснить ситуацию фанатам чуть более подробно По его информации, проблема также кроется в том, что огромное количество данных обрабатывается на серверах По-другому просто не может быть На самом деле волноваться особо нечего Когда мы играли в бета-версию Elite Dangerous, онлайновать в глаза вовсе не лезло Посмотрим, что будет в финале Напоминаем, что дата релиза игры назначена на 16 декабря В сервисе Steam теперь доступна демо-версия Pro Evolution Soccer 2015 Два месяца спустя после того, как в нее можно было сыграть на консолях Релиз самой игры состоялся 13 ноября для PC, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One Как стало известно, ожидаемая бета Planetside 2 на PS4 все еще запланирована на 2014 год Это подтвердил креативный директор Мэтт Хигби По его словам, разработчики трудятся в поте лица над тем, чтобы игра ощущалась как полноценный консольный релиз, а не порт Им пришлось потратить много времени, чтобы переделать управление и пользовательский интерфейс Хигби добавил, что версия для PS4, как и оригинальная игра на PC, будет поддерживать микротранзакции Кроме того, разработчики нацелены на Full HD с поддержкой 60 FPS Мэтт пообещал поделиться новыми подробностями на мероприятии PlayStation Experience в декабре Редактор карт, который уже давно сопровождает серию Far Cry, к сожалению, не сможет использоваться для создания мультиплеерных уровней Far Cry 4 Информация была раскрыта в ходе стрима на Twitch и, что неудивительно, вызвала недовольство среди фанатов серии Гейм-директор Алекс Хатчинсон объяснил это тем, что в команде разработчиков были иные приоритеты из-за ограниченного бюджета По словам Хатчинсона, поддержка мультиплеерных карт может вернуться, но обещать он ничего не может Релиз Warlords of Draenor, нового аддона для World of Warcraft, похоже, не оставил равнодушными не только преданных фанатов игры, но и недоброжелателей Пятое по счету крупное дополнение к WoW вызвало очевидный наплыв игроков, пытающихся пробиться на серверы за новым контентом в едином порыве К сожалению, свою лепту в нестабильность серверов внесла и массированная DDoS-атака Над устранением последствий DDoS-атаки в компании работали на протяжении нескольких дней На этой неделе мы получили первые подробности игры Tales from the Borderlands от Telltale Как вы понимаете, выходить она будет в виде эпизодов Первый из пяти, озаглавленный Zera Sam, расскажет о событиях, которые разворачиваются на Пандоре уже после Borderlands 2 Как ни удивительно, но в этой истории, похоже, не обойдется без красавщика Джека в том или ином виде Каждый эпизод игры обойдется владельцам PlayStation 3 и PlayStation 4 в 5 долларов и будет доступен посредством PlayStation Network Сезонный пропуск, да еще доступ ко всем эпизодам, можно будет приобрести за 20 долларов Владельцы Xbox One и Xbox 360 смогут приобрести каждый эпизод по аналогичной цене или сезонный пропуск за 15 долларов Ну и наконец, пользователи PC смогут приобрести игру за 25 долларов и получать каждый эпизод по мере его выхода А до конца 2014 года Tales from the Borderlands посетит устройство на Android и iOS 26 ноября в Европе состоится релиз третьей части Little Big Planet По сути, это уже шестая игра в этой линейке Как и ранее, вам на выбор предоставят несколько видов персонажей, включая трех новых Каждый из них обладает характерными отличиями и способностями Их необходимо правильным образом применять для прохождения ряда занимательных миров, насыщенных различными мини-играми Также существует возможность создавать свой контент и делиться им с друзьями и со всем миром В Little Big Planet 3 присутствует кооператив, рассчитанный на четверых Игра уже доступна в Северной Америке и успела получить довольно-таки неплохие отзывы Если вы уже устали от всяких ноябрьских мега-блокбастеров Обратите внимание Little Big Planet 3 выйдет на консолях PlayStation 3 и PlayStation 4 Вообще, следующая неделя в плане релизов будет совсем бедной Оно и понятно Только сумасшедшие будут выпускать свои игры сразу после Far Cry с Dragon Age Но и такие люди бывают Вот, к примеру, независимая студия Developers Pack Собирается зарелизить финальную версию своего симулятора выживания Eternal Winter Ну как студия, там вроде как всего один человек В Eternal Winter вам придется переносить все тяготы зимы В компании четырех ездовых собак и упряжки Собаки вас будут возить, а вам придется их кормить А еще исследовать карту и находить в ней полезные предметы А еще сражаться с дикими животными В симуляторе есть такие параметры, как голод, жажда, температура, размер носимого веса и время суток Но вообще выглядит игра не то чтобы презентабельно Если хотите поэкспериментировать, ищите ее в Стиме Пока она в раннем доступе Десять лет назад компания Valve выпустила, что бы вы думали Конечно же Half-Life 2 Сосчитал до двух, так сказать Half-Life 2 вышла 16 ноября 2004 года И в этом же году была признана чуть ли не всеми одной из лучших игр в истории Подумать только Годы ожидания с момента релиза первой части окупились сполна Фанаты Half-Life получили одну из самых атмосферных, красивых и интерактивных игр того времени В Half-Life 2 были живые, реалистичные персонажи, да жути продвинутая физика Олдскульный геймплей и любимая многими атмосфера мрачного тоталитарного постапокалипсиса А еще был воздушный катер, от которого некоторых тошнило не хуже, чем сегодня Такулз Рифт Вообще поездки на транспорте многим показались лишними, но все дружно закрыли на это глаза, потому что игра была классная Для 2004 года она была живым воплощением идеального шутера, в котором хорошо все Сегодня в ней, конечно, можно найти целую кучу недостатков Но если говорить откровенно, в Half-Life 2 прекрасно играется и в наши дни Если среди вас есть те, кто прошел ее больше 10 раз, напишите нам в комментариях Кроме того, Half-Life 2 и ее движок Source стали отличной платформой для тысяч модмейкеров Которые сделали на базе официального инструментария от Valve немало интересных проектов Для некоторых Source и создание модов для Half-Life 2 стало первым шагом на пути в настоящую игровую индустрию К тому же с момента релиза Half-Life 2 фирменный сервис Steam превратился в то, что мы видим сегодня В каком-то смысле эта игра перевернула игровую индустрию Поздравляем всех ее поклонников с этим юбилеем Снова возвращаемся к блогам наших пользователей На этой неделе у нас, как обычно, есть для вас несколько интересных ссылочек Пользователь Shinobu 2027 запостил у себя небольшую подборку основных, по его мнению, проблем современной игровой индустрии Всего таких проблем он насчитал 5 Любопытно, каких? Это вы можете узнать в его блоге Ссылку мы приводим в описании этого дайджеста Пользователь Bird of Hermes решил вспомнить былое и написал о старой доброй Battle City Это танчики, если вы не в курсе Вот как раз таки тем, кто не в курсе, советуем глянуть Игра очень злая, даже чересчур Ну а те, кто ее прекрасно помнит, могут сразу зайти в комментарии Ссылка в описании дайджеста Ну и наконец, Роман Сводчер на этой неделе написал пост, посвященный второй части Postal Думаем, что лишний раз рассказывать о ней бессмысленно Однако, Роман Сводчер сумел написать о ней довольно интересно Всем, кто желает освежить память, добро пожаловать в его блог Ссылка там же На этом все Удачи и до встречи на Playground.ru